Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Из творения святителя Анна Златоуста Человек, подвергающийся скорбям, делается более крепким, как из деревьев, те, которые стоят в местах тенистых и безветренных, бывают, хотят, светисты по виду, но изнежены и слабы, и скоро повреждаются от всякого напора ветров, а те, которые стоят на высоких вершинах гор, колеблются многими и великими ветрами, переносят частые перемены воздуха, потрясаются жесточайшими бурями и засыпаются обильным снегом. Они бывают крепче всякого железа. Подобно тому, как тела, воспитываемые во многих и различных удовольствиях, украшаемые нежными одеждами, часто омываемые и намощаемые, с излишеством, изнеживаемые разными родами пищи, делаются совершенно негодными к подвигам благочестия и к трудам и достойны величайшего наказания. Так точно и души. Те, которые ведут жизнь чуждую бедствий, наслаждаются удовольствиями, приятно занимаются настоящими предметами и жизнь беспечальную, предпочитают терпению скорбей для Царства Небесного, по примеру всех святых, бывают нежнее и слабее всякого воска и готовятся в пищу вечному огню. А те, которые подвергаются опасностям, трудам и бедствиям, скорби для Бога и воспитываются в них, бывают крепче самого железа или тверже адаманта, от частого перенесения бедствий, делаясь неодолимыми для нападающих и приобретая некоторый непобедимый навык к терпению и мужеству. И как те, которые в первый раз вошли на корабль, чувствуют тошноту и головокружение, смущаясь, испытывая неприятные ощущения и подвергаясь умопомрачению. А те, которые часто и долго бывали на морях, плавали по бесчисленным волнам и испытывали частые кораблекрушения, смело решаются на такое путешествие. Так точно и душа, претерпевшая много искушений и подвергающаяся великим скорбям, привыкши к трудам и приобревши навык к терпению, бывает не боязливо, не рабка, не смущается приключающимися скорбными обстоятельствами, но от постоянного упражнения в случайностях и частого испытания разных приключений, делается способную переносить с великою легкостью все случающиеся бедствия. Это самое и выражает мудрый устроитель небесной жизни, когда говорит, «Хвалимся и скорбями», потому что еще прежде царства и небесных венцов мы получаем отсюда величайшую награду, так как от частых скорбей душа наша делается более крепкой и помыслы становятся более твердыми. Итак, зная все это, возлюблены, будем мужественно переносить приключающиеся печальные обстоятельства, как происходящее по воле Божией и для нашей пользы. Не будем унывать и палять духом при встрече с искушениями, но, стоя со всем мужеством, будем непрестанно благодарить Бога за все оказанное благодеяние, чтобы нам и насладиться настоящими благами и удостоиться будущих даров, благодатью, щедротами и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со святым и животворящим Духом, слава и держава, ныне и пресной, во веки веков. Аминь». Том 3, страница 156-158. Божьей милости будем не грозить.